3 декада октября у нас наконец-то началось понижение температуры и вот сейчас самое хорошее время высаживать чеснок но я хочу рассказать сегодня не о традиционном высаживании чеснока когда мы его высаживаем вот из таких зубчиков а чеснок сегодня буду высаживать из воздушных бульбочек что такое бульбочки это когда мы с вами оставляем на чесноке стрелочки а ведь стрелочки все мы выламываем чтобы чеснок был крупный но не все выламывайте оставляйте 5-6 стрелочек именно для того чтобы в соцветии которая образуется на конце стрелочки вызревают вот такие семена это мини луковички которые можно называть бульбочки и вот из этих бульбочек через два года вы получите абсолютно здоровые крупные головки чеснока хочу перечислить все преимущества этого способа во первых с 4 5 стрелочек из соцветия вы получите через два года больше 200 головок чеснока где будет уже там шесть семь восемь даже зубчиков это очень чистый семенной материал потому что бульбочки формируются в воздухе они ведь так и называются воздушные бульбочки бульбочки не соприкасаются с землей они не подвержены никаким гнилям никаким инфекционным заболеванием это абсолютно здоровый посадочный материал мини луковички отличаются большой выживаемостью и практически все что вы высадите осенью все бульбочки у вас благополучно перезимуют и также с помощью зубчиков мы с вами омолаживаем сорта чеснока которые выращиваем на огороде если высаживать каждый год только зубчики то вы можете да вы наверно замечали что с каждым годом зубчики становятся все мельче мельче и мельче то есть чеснок с годами вырождается и луковицы начинают мельчать они теряют свои сортовые признаки а вот чтобы его обладить этот сорт нужно просто на таком чесноке оставить стрелку дождаться пока она вызреет собрать бульбочки и все вы оздоровите свой чеснок и такой способ можно использовать не только при осенней высадки но и при весенней если вы по каким-то причинам осенью не успеваете высадить чеснок вы можете бульбочки высадить и весной единственное что там нужно будет чуть-чуть другую технологию использовать но они точно также у вас прекрасно вызреют и вы их тоже в начале августа уберете высушите и снова высадите уже в конце сентября в октябре когда вы будете высаживать булочки нужно понаблюдать за погодой температура дневная должна быть не выше плюс 8 градусов и в дальнейшем в течение двух трех четырех недель погода должна только понижаться но ни в коем случае не повышаться в ночные температуры уже могут быть и заморозки вот такая погода как раз подходит для высадки чеснока и бульбочек ведь нам нужно чтобы сейчас наши бульбочки дали маленькие корешочки и укоренились в земле поэтому ждем стабильного похолодания также нужно выбрать правильное место где вы будете его высаживать во-первых чеснок любит только солнечные участки земли весь день должно светить солнце лучше всего бульбочки высаживать высокую грядку это стопроцентная гарантия того что бульбочки не вымерзнут зимой и точно также не вымокнут от талых вод весной у меня есть высокие грядки я буду высаживать здесь если таких грядок у вас нет я вам просто рекомендую над землей нагрести землю на высоту ну 15-20 сантиметров и это тоже гарантия того что ваши бульбочки не вымерзнут и не вымокнут и вы получите хороший семенной материал ну и конечно готовим землю лучше всего приготовить за две-три недели но если вдруг вы не успели ее подготовить за это время то можно сделать это и перед самой высадкой на квадратный метр нужно внести 5-7 килограмм или компоста или перегноя 40 грамм суперфосфата 40 грамм сульфата калия и стакан золы все это вскультивировать и у вас земля готова к высадке никаких органических удобрений вносить не нужно так как они содержат очень много азота и наши бульбочки могут пойти в рост перед высадкой нужно откалибровать весь свой посадочный материал крупный с крупными средний со средними мелкий с мелкими вот здесь например я откалибровала и у меня находятся вот такие крупные семена а вот здесь совсем мелкие не спешите выбрасывать самые самые мелкие семена я иногда когда их очень много просто вот так вот их рассыпаю в бороздку и весной использую эти семена просто на зелень эту зелень мы потом кушаем а вот если вы будете в этом году высаживать уже 1 зубки вот у меня уже есть 1 зубки посмотрите какие они крупненькие эти 1 зубки конечно выращивались земле могут быть какие-то инфекции поэтому лучше всего вот такой посадочный материал обеззаразить но сделать это заранее чтобы луковичка хорошо просохла обеззаразить можно в максиме фитоспорине можно использовать марганцовку и после этого как луковички 1 зубки хорошо у вас просохнут их можно тоже высаживать в грунт и вот на следующий год из этой 1 зубки уже получится полноценная головка чеснока и чеснок вернет полностью свои сортовые характеристики вот в первый год они вот такие маленькие мы высаживаем совсем малюсенькие на следующий год вот такая 1 зубка а еще через год вы получите уже крупную головку чеснока вот единственный минус при высадке таким способом мы получаем из зубчика чеснока головку на следующий год а если высаживать бульбочку мы головку чеснока получим только через два года но зато она будет здоровая крепкая и вы оздоровите свой семенной материал ну и сейчас нужно делать бороздки обычно от края грядки я отступаю сантиметров на 40 вы наверное удивитесь для чего это и вот только тут делаю первую бороздку а вот здесь весной я буду высаживать бархатцы я очень люблю с краю каждой грядки высаживать бархатцы во первых это прекрасное растение которое защищает любые наши саженцы любую рассаду от вредителей от заболеваний ну и вообще это красиво так вот нарезаем бороздки глубиной 5-6 сантиметров и расстояние между бороздками 15 сантиметров и сейчас я буду просыпать каждую борозду доломитовой мукой можно просыпать изолой если вы ее не внесли в землю я же ее уже внесла поэтому просто вот так вот щепотью просыпаю каждую борозду во первых доломитовая мука прекрасно землю раскисляет но кроме этого это очень хорошее минеральное удобрение сюда входит кальций и магний и у нас за счет доломитовой муки земля становится питательной она становится более рыхлой и вообще структура земли очень хорошо обогащается просыпаем борозды речным песком на пол сантиметра сантиметр не больше этого будет достаточно это очень хороший дренаж если например весной идет очень много дождей то у нас здесь не скапливается влага и у нас донцы наших бульбочек нашего чеснока не смогут загнить и они будут здоровыми если у вас очень долго не было дождей и земля очень сухая то вы прежде чем насыпать доломитовую муку и речной песок вы сначала борозды пролейте обычной водой у меня же земля довольно влажная поэтому я ничего не проливала и сейчас будем раскладывать бульбочки бульбочки укладываем вниз донцем и расстояние между бульбочками 3 сантиметра все бульбочки я высадила и сейчас нужно просто закрыть грядочки борозды землей после того как закроем все борозды землю нужно примять чтобы она плотно облегала бульбочки и после того как уплотнили землю грядку нужно замульчировать замульчировать можно перепревшими опилками листвой ботвой в общем все что у вас есть под руками я буду мульчировать перепревшими опилками мульчируем на высоту 2-4 сантиметра ранней весной как только сойдет снег я мульчу уберу чтобы земля быстрее прогревалась и иногда бывает так что земля очень очень сырая и мерзлая и она выталкивает бульбочки на поверхность это бывает редко но бывает если вы такую бульбочку увидели на поверхности вы ее просто вот так вот пальчиком туда вниз уплотните и она прекрасно у вас будет дальше расти с ней ничего не случится будем ждать весны весной нужно будет за бульбочками ухаживать точно так же как за чесноком и весной и летами точно так же их в конце июля в августе выкопать но об этом я вам буду снимать ролики и буду показывать как подкармливать бульбочки на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока